Друзья, всем привет! В этом видеоролике я хочу донести до вас информацию о том, как за один день изменился рынок новых автомобилей в России, и в том числе рынок БУ-автомобилей. Сегодня я подготовил самые основные тезисы, по которым я пройдусь. В описании к ролику будут тайм-коды. Прежде чем мы начнем, я, естественно, хочу донести позицию, как мирное население, что мы очень сильно переживаем о всей сложившейся ситуации. Давать какие-то оценки, высказываться, ребята, я не могу. Я не политолог, я нифига в вопросе не разбираюсь. Если меня сейчас поставить к доске и начать меня гонять по вопросам, сколько субъектов в Российской Федерации, какая ветвь власти нарисую, расскажи, я ничего не знаю. Я не смогу по этому вопросу никак сказать. Но я вам искренне говорю, что все эти дни мы очень сильно переживаем, находимся на больших нервах. И очень надеемся, что скорее все это закончится, перестанет сраться вообще просто мирное население между собой. Поймите, вот именно те, кто живут на Украине, мы волнуемся от простого населения. Поэтому по данному вопросу помочь вам путем того, чтобы поставить черный квадратик на аватарку, я считаю, что это вообще не помощь. Это лично мое мнение, вы уж там не накидывайтесь, пожалуйста. Но я вам искренне говорю, что мы переживаем. А сейчас мы переходим к основной теме выпуска, и я вам расскажу, как 24 числа, и в частности с 1 марта 2022 года, поменялась ситуация в нашей стране с автомобилями. Так, ну давайте пойдем по порядку, значит, до 24 числа. Как вы знаете, я занимаюсь помощью в покупке новых автомобилей. У меня есть инстаграм, куда я частенько выкладываю сторисы, где расписываю, какие машины по какой цене можно забрать, и стараюсь закидывать наиболее выгодные варианты по рынку. До 24 числа, буквально в течение февраля, я выкладывал туда Polo, это прям я акцент делаю, Volkswagen Polo, в розничную цену, буквально плюс 10 тысяч рублей сверху за ковры и сетки. И особо на них спроса не было, брали очень-очень вяло. И я снимал сюжет об этом буквально недавно, что вот-вот автомобилей становится больше, спрос падает, глядишь, не за горами начнутся скидки. Напомню, что с 2020 года, с марта месяца, началась вот эта пандемия, скаканул курс доллара, цены на автомобили два года росли, и мы, как вот обычное население, да, мы все ждали и надеялись, что вот завтра, там в следующем месяце станет лучше, чем сегодня. По факту на протяжении всего этого времени розничная цена росла, 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 были на оценке, где-то они становились меньше, то опять становились больше, короче, вся вот эта чехарда с автомобилями. И люди как бы в целом так потихонечку, там, в феврале, да, покупали автомобили. 24-го числа я просыпаюсь утром, узнаю о том, что началась эта военная операция, беру телефон, а у меня там 70 пропущенных звонков. Это на момент 10 утра. В течение 24-го числа я получил порядка, я посчитал там даже примерно 270 звонков за один день. Это только звонков. Люди, естественно, в панике начали резко снимать деньги, в частности, рубли, и куда-то их пристраивать. Значит, здесь сразу первый момент. Есть люди, когда вот я выкладываю в Инстаграм, они пишут, а, паникеры, вот все из-за них, вот паникеры, что вы дергаетесь, да зачем вы это делаете? Объясняю. Людей учат опыт, людей учат история. Когда в марте 2020 года началась пандемия и скаканул доллар, те, кто успел купить тогда за один день буквально автомобили в розницу или с небольшой даже скидкой тогда продавали автомобили, оказались в жирном плюсе. Сегодня, говорит, что люди, которые вот эту неделю прошедшую пытались куда-то вложить свои рубли, говорит, что они паникеры, ну, я бы не стал. Тут поймите правильно, я доношу информацию, а вы уж сами взвешивайте, факт в том, что у кого-то дома лежало там полтора миллиона рублей, куда их вложить? Вот тот вложил автомобиль. Значит, к чему это привело? Повезло, дико повезло, что один из официальных дилеров, с кем я непосредственно работал по этим полу, в течение суток готов был отдавать автомобили в эту розничную цену, плюс 12 тысяч рублей. Люди массово их бронировали, покупали. То же самое происходило по всем остальным брендам. Кто-то в моменте начал поднимать цены еще выше, обычно так делают там ликвидные марки типа Toyota, например. BMW местами на какие-то позиции поднимал, в общем, все зависело от дилера. Но сам факт того, что в один момент на рынке начался хаос. На некоторые автомобили прямо вот в один момент, да, вот именно 24-го, я там выкладывал Land Cruiser 300, выкладывали, что там по 20, по 21 миллион машину продавать начали. При том, что нас стоило 9. И вот этот скачок, он начал происходить везде, но при этом что-то где-то вылетало. Но это была, скажем так, редкость. Люди массово кинулись скупать автомобили. В том числе, внимание, наши соседи, братья с Белоруссии. Это те самые люди, которых уже давным-давно научила история, да и в России, и в Украине. Много людей знают, что свои денежки, свои накопления лучше хранить всего там, например, в валюте в той же самой. В общем, 24-го числа на рынке начала происходить вакханалия. Буквально на следующий день сразу стало известно, что официальный рост цен с 1 марта, вот на момент записи вот этого сюжета, 1 марта, ценник вырастет на 16-20%. Это было примерно официально известно. Но в реале цены выросли на 25-40%. Я вот называю сразу плюс к розничной цене. Как это считается? Вот есть официальное подорожание по рознице, так плюс еще в силу того, что образовывается дефицит. Вы знаете, что многие корабли там с поставками, да, с автомобилями, их развернули. Многие заводы начали закрываться. До этого мы дойдем. Факт в том, что наперед уже видят, уже аналитика идет. И, соответственно, розничная цена плюс еще 10-15%. Это тупо наценка. Что она в себе будет нести? Коврик, сеточка. Примерно вот так. Соответственно, ценник скаканул. Сегодня я начал звонить людям. Я вам просто приведу пару примеров. Вот, допустим, я позвонил Владу, спрашиваю, ну, какие новости, что там у вас происходит. Он говорит, пока что продажи находятся на стопе. Цены подняли. Внимание, это отечественный производитель LADA на 300-700 тысяч рублей. Ниссаны примерно на 500 тысяч рублей. В общем, говорит, примерный рост 25-30%. BMW, Mercedes, Audi, это плюс 30%. Вот буквально вчера пятерка BMW на заднем приводе предлагала за 4-700. Сегодня она предлагается за 6-200. А завтра, говорят, будет еще выше. Потому что, говорят, пока плавненько будут цены поднимать. И вот сейчас хочется донести до вас еще полезную информацию, как никогда актуальную, касательно поиска удаленной работы. А еще круче всего, да, сегодня получать бы денюжки, свою легальную честную зарплату в долларах, в евро или любой другой стабильной валюте. И многим из вас может на данном этапе показаться, что речь пойдет про IT. Нет, ребята. То, что сегодня я вам хочу рассказать, это не обязательно нужно уметь программировать. Вот если вы уже сейчас работаете с небольшими командами, разбираетесь в продажах и понимаете, как нужно продавать товар, понимаете, для чего нужен маркетинг, то вы уже сейчас можете работать онлайн из любой точки мира. И для этого вам не нужно уметь что-либо программировать. А нужно переориентировать свои знания на IT-сферу. Вот я вам советую познакомиться с такой профессией, как продукт-менеджер, которая на текущий момент является одной из самых востребованных по всех сферах. Специалисты по этой профессии отвечают за успешность создания и дальнейшее ведение продукта. И имеют среднюю зарплату 170 тысяч рублей. Это подтверждают исследования Хабра. За 2020-2021 год количество вакансий увеличилось примерно в 26 раз. Что простыми словами говорит о том, что востребованность этой профессии только растет. Вот если вас заинтересовала эта профессия, я вам настоятельно рекомендую пройти онлайн-курсы в школе Product Life. Школа имеет хорошие отзывы и они первые в рейтингах. Здесь вы получите максимум практики и сможете сами подстроить курс под свою успеваемость. Все нужные навыки вы получите уже за один год. Но можете начать искать работу уже через 6 месяцев на уровне джуниор-специалиста, а через 12 месяцев middle. Домашнее задание там у вас будут проверять не вчерашние студенты, а практики, у которых опыт не менее чем 5 лет. Да и более того, на защиту дипломов туда приходят специалисты крупных компаний, такие как, например, X5 Retail Group. Там есть также карьерный центр, который помогает вам с резюме и тестовыми заданиями. Вы поймите, что сейчас одно из лучших направлений это инвестировать в ваше кровно заработанное, в ваше же образование. Вот такие профессии, которые вы осваиваете, они вам окупаются буквально там с первой зарплаты. Поэтому не забывайте о том, что в дальнейшем ваши же мозги вас будут кормить. Ссылочка на Product Life остается в описании для всех вас по промокоду Дмитрий Машков. Скидка минус 45% на обучение. Вкладывайтесь, самое главное, ребята, чтобы не жаловаться. Вы имеете желание учиться. Если тема и профессия вам интересна, залетайте, получайте новые знания и вперед искать новую работу в новой жизни, зарабатывать новые деньги. Таким образом, буквально вот в рамках одной недели произошел такой полностью переворот и цены улетели еще выше. Соответственно, все те, кто из нас верил и надеялся, что завтра станет лучше в один день, ну, никто не ожидал. По факту, с кем не общаешься, все думали, что обойдется от разговорами, спорами жаркими, но что дойдет до того, что дошло, никто не ожидал. Значит, многие люди начали вкладывать свои деньги именно в автомобили как инвестиция, как вложение. Отсюда сразу начинаются споры, что ага, спекулянты, ребята, значит, объясняем. Когда у тебя есть там 1-10 миллионов рублей, ну, вот ты можешь привлажить их в автомобиль. Можно купить недвижку, но недвижка, это покупка больше времени занимает. В процессе может все это нафиг сорваться. Сам факт того, что автомобиль, это быстро, это ты пришел, деньги в кассу положил, расписался и уехал. Говорить о том, что люди неправы, ну, я подчеркну, я не буду вам напоминать там про 90-е, 2008-е, я вам напомню вот про 2020 год. Когда в один день так же просто, в одну неделю цены выросли и постоянно-постоянно-постоянно росли. Люди боятся, что завтра их там денюжка, рубль, да, можно будет купить палку колбасы вместо автомобиля. В дальнейшем когда-то все это тоже устаканится, люди привыкнут к новым ценам. От безысходности придется покупать пола не за полтора миллиона, а за два, два сто, два пятьсот и так далее. В любом случае, ребята, как бы это ни звучало, эти машины в любом случае будут продаваться. Всегда в огромной стране найдутся те, кто будут покупать самые дешевые машины, да, ну, в кавычках уже самые дешевые. И всегда найдутся те, кто будут покупать машины по 15, 20, 30, там, и 50 миллионов рублей. Какой-то значительный процент дилеров позакрывается. И здесь не нужно даже, знаете, вот там вот обычным сегодня злорасывать, а, ну вот, там без работы останутся перекупы, подборщики. Подборщики, вторичка есть, все вот на вторичке будем сидеть. Здесь сам факт того, что закрытие одного автосалона, это сразу огромная потеря рабочих мест. Потому что это не только менеджер теряет, сотрудники, кредитное отделы, такие отделы, слесарные отделы, это все, все сразу теряют работу. Таких у нас по стране полно. Вот эти автомобили, да, не будут привозить. Так запчасти тоже самое, сейчас уже говорят, уже люди вот обращаются, говорят, лобовое стекло, говорят, а оно за границей, а санкции вели, все, хрену за катер его привезут. Типа, ничего не знаю, машина твоя стоит, хочешь забирай, хочешь езди с разбитым, как хочешь делай, уже думай сам. Соответственно, автозапчасти тоже. То есть это как бы удар такой значительный, это мы, как говорится, будем следить и охеревать от того, что будет происходить дальше. Буквально в процессе одной недели, там, в течение, в рамках одного дня условия постоянно менялись. Вот с появлением новой информации постоянно что-то происходило. То есть могло быть так, что человек звонит, бронирует автомобиль, это вот выписали многие мне, что говорят, там, плюс 200 тысяч машина в наличии приезжает. Пока человек два часа едет до автосалона, даже смысла нет называть марки, салоны, это происходило по всем брендам. И где-то больше, где-то меньше, сам факт того, что ты приезжаешь и тебе говорят, слушай, пока ты ехал, еще 10 человек позвонило и согласилось забрать на этих же условиях машину. Поэтому мы продадим ее только в плюс 500. Хочешь, бери, не хочешь, до свидания. Центральный банк поднял ставку ключевую 20%. Ну, простыми словами, если вдруг кто-то забыл, что это значит, что теперь кредиты будут от 20% и выше. На сегодняшний день официально Сбербанк говорит, что потребительский кредит теперь идет от 22%, ну, там, 21,9%, от 22% по факту. По требу, это примерно теперь будет 25-30%. Вы просто вдумайтесь в эти цифры, 25-30%. И это официально, неофициально. Я вас уверяю, что на незначительные суммы, типа, там, до 500 тысяч рублей кредиты будут дыхать по ставкам до 50%. Вот увидите. Вот в ближайшее время мы увидим тех, кто будет скринить, говорит, типа, мне вот на таких условиях, там, 37% годовых предлагают взять, там, 100 тысяч рублей на год, блин. В общем, это все страшно. И на основании этого банки, автосалоны, да, что делали, вот, автокредитование. Вчера тебе одобрили ставку 16%, и это считалось, ого, дико выгодно по текущим условиям. А сегодня уже можно одобрять по 26%, и это ты еще счастлив будешь, условно, кто будет покупать. Соответственно, им просто-напросто в одностороннем порядке разрывали сделки, говорили, ой, извините, больше кредит ваш не одобрен, поэтому можете перепадаться, но уже условия будут на плюс 10%. И это все, ребята, подчеркиваю, происходило вот так вот просто-напросто в моменте. Люди приезжали за автомобилями, им говорили, мы вам не продадим его с плюс миллион, потому что теперь мы будем продавать его плюс 2 миллиона, а в следующем месяце, скорее всего, плюс 4 миллиона. И, соответственно, от непонимания происходило вакханалие. Многие дилеры, да, бренды по Москве, в частности, есть отдельные, там, автосалоны, где, там, не такая большая сетка, у них, как бы, есть, там, свой совет директоров, это 3-4 человека, которые сами принимают решения. Они уже в 27-х числах, понимая, что выполнили полностью план, да, на текущий месяц, а машины есть, они просто нажали на стоп и сказали, все, в этом месяце машину мы больше не продаем. Максимум, что мы можем предложить, это взять ваш контактный телефон и в следующем месяце вам позвонить и озвучить новые условия. Соответственно, все, в ожидании находились. Ну и, конечно же, все бренды сидели, ждали первых чисел, потому что 1-го марта, там, 1-го, 2-го, вот сейчас будет дыхать информация, будут озвучивать новые условия по поставкам, по продажам, как это будет происходить. На сегодняшний день всех пугают тем, что, вот, допустим, менеджер с BMW пишет, все заказы, которые были размещены с доставкой на апрель, май, июнь, все послетало нахрен. То есть, как будто заказа никакого не было. То есть, все, компания в одностороннем порядке, аннулирует, говорит, типа, мы ничего не знаем. Некоторые бренды говорят, типа, мы уходим из России, все, мы вам поставлять больше не будем. Ну, судя по всему, типа, сейчас все распродадут, что есть, и дальше до свидания. Так ли это будет на самом деле, посмотрим, покажет, как говорится, время. Активно по новостям, вот, по крайней мере, те бренды, которые бросались в глаза, что вот, в Россию прекратят там поставки Bentley, Maserati, Audi. Ребята, вот, знаете, во всем негативном нужно видеть позитивное. Нам, простым людям, вот, я не знаю, там, 80% населения России, вообще плевать на то, что они там теперь прекратят. Нам вчера-то эти Bentley были нахрен не нужны. Те, у кого деньги есть, поверьте на слово, наверняка они найдут способы, как его купить где-то за границей, завезти сюда, растаможить, доплатить, и будут они на своих дорогих автомобилях кататься. Мы же, люди, которые, например, смотрим, там, на какой-нибудь Tiguan и говорим, там, 2,5 миллиона за Tiguan, это дорого, а теперь Tiguan будет стоить 4-5, там, может быть, даже 6 миллионов рублей. Нам и Tiguan-то теперь не нужен, там, а-ля народный автомобиль. Вы вдумайтесь, отечественные автомобили поднимают ценник на 300-700 тысяч рублей. Это, грубо говоря, теперь простой какой-нибудь кроссовер, там, среднего класса, типа, там, Nissan X-Trail, в хорошей комплектации будет стоить, ну, 3,5-4 миллиона рублей. Вот плюс-минус так. В худшем случае 4,5, наверное, будет. И опять же, вот сейчас можно тыкать пальцем в небо в эти цены, ну, плюсуйте просто в среднем, там, плюс 40% к цене. Прямо на официальный сайт заходите и смотрите, уже там, наверняка, цены обновились. Поэтому нам по этому поводу вообще, по большому счету, переживать не о чем. Можно, как говорится, выдыхай и все, спокойно, чини свою, обслуживай, береги и живи дальше. Лишь бы, как говорится, было что поесть, чтобы вот в магазинах с ценами вот это страшнее гораздо, нежели чем с этими автомобилями. На момент монтажа видеоролика уже 2 марта, факт один, гуляет просто-напросто непонимание. Все друг друга стараются удивить и напугать новыми ценами. Ну, посмотрите сами, да, наверняка у вас в Инстаграме та же самая история. Мне присылают одни и те же картинки с Хюндайами, которые стали по 5-6 миллионов рублей. РС Q8 съездили, люди показали 40 миллионов рублей. Короче, ценник можно брать просто любой с потолка. Сейчас можно взять и сказать, о, смотрите, Прада стоит теперь 55 миллионов рублей. И пожалуйста. Значит, ребята, здесь на самом деле нужно копать глубже. И первый момент. Просто нужно успокоиться, взять себя в руки и посмотреть, что будет происходить дальше. Вот даже те же самые письма, официальные новости, которые происходят. БМВ остановила поставки. Но приходит письмо, где поставка остановлена пока что предварительно на один месяц. Сами производители не понимают, что будет происходить дальше. Рынок терять никто не хочет. Все хотят качать бабки, все хотят зарабатывать. На основании этого может быть такое запас, что через месяц скажут, оп, поставка возобновилась. Посмотрим, посмотрим, что будет. Опять же, в первую очередь, вы не забывайте, что эти дорогие автомобили многих из нас вообще никак не касаются. Да и хер с ними, никто из нас не будет покупать себе X5 по 12-15 миллионов рублей. А те, у кого деньги есть, как я в этом ролике говорю, найдут, себе купят. Здесь страшнее, что, например, будет происходить с ценами на продукты. Фуры, да, дальнобои популярные, тоже запрещают продажи. Запчасти на них тоже запрещают продажи. Ну, не поставляют. А это говорит о чём? Что машины-то много ездят. Тут что-то сломается, поставки будут меньше, продуктов будет меньше. Соответственно, ценник начнёт расти на стандартный набор продуктов. Там говорят, 5% сейчас сделали ограничения, чтобы не могла цена вырасти. Но это там на крупы, на сахар и так далее. А другие продукты могут подвергнуться росту. Поэтому моё мнение такое, что сейчас дёргаться не нужно. Потому, что, вот вы не поверите, звонят каждый день, звонят, купить машину хочу, купить машину хочу. Люди даже не понимают, что ценник вырос, что ситуация изменилась. И многие верят в чудо, что где-то там стоит его малышка 21 года по вчерашним ценам. А есть те, кто, вот, говорят, типа, я с реальными готов бороться. Ну, там, 30%, да мне похеру. Потому, что некоторые, как говорят, хранят деньги в валюте. Что там, сейчас разменяемся, поменяемся, да и не так много для меня цена выросла. Как бы ситуация у всех, жизнь разная. Поэтому, ребята, понимаю прекрасно, что далеко сейчас не самая первая тема, это покупка автомобиля. Просто сам факт того, что держу в курсе, рассказываю это исключительно, как свежие новости с полей, показываю, что происходит. А тут уже сами делайте выводы и решения. Пока что, начало месяца, дилеры просто даже многие не понимают, как торговать. Вот я звоню, говорю, там, Nissan, как будем продавать? Не знаю, каждого клиента индивидуально. Приводите и будем уже что-то пытаться смотреть, считать. Ну, просто, представляете, до чего дошло, что просто не понимают даже, какие цены, как называть. Смотрят на других, кто что, почем продает, кто какую наценку сделал. Если эти сделали 4 миллиона, ну, давай, значит, тоже делай там 3 800, у нас, типа, чуть дешевле будет. Поэтому здесь просто нужно выдохнуть, сходить в церковь, помолиться, чтобы поскорее наступил мир в мире. И что будет дальше, я вас буду держать в курсе событий. Значит, выкладывал в Инстаграм посты о том, что там продаются М5 по 15-16 миллионов рублей. Некоторые пишут, да кто их покупать, это же каким надо быть идиотом, чтобы купить. Вы поймите, голодный сытого не поймет. И те, кто покупают эти машины, у них там на счетах огромное количество денег. Сейчас в автосалонах, вот если просто походить бы, поснимать, что происходило на кассах, какие там очереди стояли, как все стояли с сумками в BMW, там по 15, по 10, по 12 миллионов заводят наличкой. И огромный ажиотаж был у тех, у кого деньги на счету. Ведь на счету-то это надо снять, ты представляешь, 20 миллионов снять. Это надо заказать, тебе банк скажет, ой, сейчас такая... Короче, по безналу там тоже огромное количество денег проходили. Поэтому вот мне лично, я совсем недавно рассказывал, да, сидел там, ой, там BMW, блин, купить там 4-5 миллионов, как это дорого стоит. Я вообще сейчас забыл про это, вообще. Сейчас вот ремонтик бы кое-как сделать бы и все. И чтобы самое главное, вот мирное небо было над головой, чтобы это все поскорее закончилось. Вот это вот волнует. А с тачками, ребят, это просто капец. Значит, приходило сообщение от сотрудника завода Hyundai, если не ошибаюсь, что все, на месяц их завод нажимают на стоп. Высшестоящее руководство, в том числе иностранные граждане, это типа вот, которые в руководстве там сидят, уезжают домой, потому что неизвестно, что будет дальше, будут сидеть, смотреть по сторонам. Вывожу вам на экран информацию от одного из дилеров Volkswagen, что теперь на поло там плюс 600 этот тысяч надо заработать, дополнять. Ну, короче, ценник вырос так, что он нам на Турак плюс 3 800. Короче, ситуация, она меняется очень сильно. Плюс ко всему сразу не забывайте, что будут расти цены на техническое обслуживание. Раз, на автозапчасти, два, опять же, если ты их еще найдешь, то бишь здесь, короче, жопа полная наступает по-быстрому. Ремонт, вот эти все каски, когда ты купил каску, а вот так, не дай бог, что случилось, ты же будешь сдавать. Это неизвестно, сколько люди будут ждать свои автомобили. Значит, как, я думаю, будем выходить из ситуации, как вообще будет меняться рынок. Вот сейчас, в силу того, что уже с первого числа сильно поменялись цены на новые автомобили, или уже сами менеджеры отмечают, что трафик уже начинает уходить в отделы трейдинов, уходить на вторичку. Пока что там еще есть те, кто спят, не понимают, что их автомобиль уже за один день можно поднимать в цене, потому что сегодня у тебя его купит дяденька, который завтра будет продавать твою машину на полмиллиона рублей дороже. И это не шутка, это так примерно все и будет. Потому что ценник скаканет, соответственно, на вторичку в том числе. Соответственно, вторичка будет процветать, будут процветать все вот эти полулегальные, нелегальные ввозы распилов. Я почему-то уверен, что автомобили с Америки, насколько я знаю, там они пока ничего не закрыли, подчеркиваю, на момент съемки такой информации я обладаю, что можно будет эти с их Капартов полубитые мустанги старые и новые забирать, привозить сюда, просто ценник так же вырастет за доставку, за растаможку и так далее. Факт в том, что будем живиться, как говорится, вторичкой. Те, кто останутся, там какие-нибудь отечественные производители, есть там китайцы останутся. Общая картина по всем брендам. Здесь даже перечислять все это дело нет смысла никакого. Жопа, самая натуральная, будет твориться теперь везде. Первый месяц-два, я думаю, что в первую очередь народ будет охреневать, потому что сейчас вот звонят люди, здрасте, вот у вас там пола были в РРЦ, Ниссан вот вы выкладывали со скидочкой. То бишь люди пока в абстракции находятся, многие. И они просто не понимают, что произошло. Я говорю, типа, слушай, сегодня плюс миллион. Да, ну ладно, завтра, позвоню, завтра может будет как вчера. Сразу хочу всех вас предостеречь, особенно тех, кто думает, что вот ему-то сейчас точно повезет, что вот он сейчас в интернет залезет, поищет автомобиль, по старым ценам найдет его. Уже сейчас люди шлют все известные сайты со скидками на автомобили, когда везде цена выросла на 25-40%, а там скидка 25% от розницы 2021 года. Ну вот это вот бредятина и просто смех. Вот как вообще в это можно верить, казалось бы? Не, верят люди. Они верят в то, что можно найти сейчас X-Trail на переднем приводе за полтора миллиона. Некоторые верят в то, что вот где-то там остался Tiguan 2021 года в хорошей комплектации со скидкой 50%. Потому что салон закрывается. Ну вообще вот это вся эта дурь, которую вкидывают мошенники для того, чтобы найти верующего Фому, затянуть его и, как говорится, хлопнуть. Есть такие люди, поэтому, ребята, в чудеса не верьте. Если вы где-то видите прям супер какую-то выгоду 50%, поймите одно, что вас просто обманывают, мягко говоря. Также пришлось завести Телеграм-канал, а ссылку активно оставляю на него в описании. Подписывайтесь. Если вдруг что-то случится с Ютьюбом, случится с Инстаграмом, можно будет меня найти там. Какую-то информацию по существу буду там постить, ролики куда-то. Перейдем на какую-то площадку, будем как-то пытаться выживать и что-то делать дальше. Поэтому все активные ссылки на мои соцсети ждут вас в описании, первом закрепленном комментарии. Друзья, больше сказать нечего. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Инстаграм. Любая информация, которая будет появляться, актуальная, я буду держать вас в курсе. И также в спокойном формате все вам это докладывать. До новых встреч, всем пока-пока.